Здравствуйте товарищи! Сегодня мы поговорим о нашумевшем увольнении Киа Фокса. Кто это? Какая его роль в Гайджин? И что вообще произошло? Прежде чем мы приступим, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Начнем с того, кто такой Киа Фокс. Это наш главный комьюнити менеджер. Человек, который отвечает за линию связи между игроками и разработчиками, чтобы проект продолжал развиваться в нужном направлении. Он работал в Гайджин около 12 лет, изначально трудясь над War Thunder, самой популярной игрой Гайджин. И многие из вас, старожилы, помнят его еще с тех пор. Несколько лет назад он перешел в Enlisted и уже трудился у нас, выполняя свои прямые обязанности. Его часто можно было заметить на форуме игры. Да и в матчах иногда он встречался. Но в конце июня его аккаунт, связанный с играми Гайджин, был удален. И появилась информация о том, что он уволен. Ну и на этом можно было бы и закрыть тему, ведь у части комьюнити есть вопросы к тому, как он выполнял свои обязанности. Но обычно при увольнении аккаунты не удаляют. Так что народ начал копать. И позже появился пост в War Thunder бложике, что Кео был уволен из-за конфликта с неким Александром Толкачом, который значится как главный над всеми комьюнити-менеджерами. И чем же известна эта личность? Во-первых, тем, что он игнорировал фидбэк по экономике War Thunder, что привело в конце мая 2023 года к огромному бунту всего комьюнити, о котором слышали вообще все. То есть не выполнил напрямую свои обязанности. Хотя люди, находящиеся ниже по цепочке передачи информации, активно докладывали, что в экономике игры есть проблемы и комьюнити хочет перемен. Но, видимо, это не царское дело заниматься своими прямыми обязанностями. Из-за чего Гайджин пришлось резко налаживать связь с игроками и заниматься кучей исправлений. Угадайте с трех раз, кого позвали это разгребать. Конечно, Кеофокса, который уже вовсю был погружен работой на Денлистов. Вот, например, его тема с прошлого лета на форуме War Thunder. Запомните, это важно. Второй известный уже факт, что после того, как началось СВО, в рабочих чатах волонтеров начался какой-то ужас с киданием кадров боевых действий и троллимом своих соседей что в одну, то в другую сторону. Толкач, как руководитель, обязан был настучать по шапке с самым главным разжигателем национальной розни и запретить спекуляции на эту тему. Потому что такому нет места в рабочем чате. Но он просто проигнорировал и свесил ножки со своего трона, ведь он главный над комьюнити-менеджерами. Что привело к серии ухода людей по причине невозможности работать в такой обстановке. После разбора полетов Толкач не был уволен. Но произошла некоторая ротация кадров, из-за которой Толкач конкретно обиделся на Киофокса и начал под него копать. Через какое-то время это и привело к увольнению Киофокса. Конечно же, вся эта информация была опубликована и на Реддите, куда пришел и сам виновник торжества и начал шутить и ерничать. Также внимательные люди заметили, что он посмеялся над постом в War Thunder блоге. Маленькая, но характерная деталь для человека, которому плевать на аудиторию. И что она там думает. А позже появился сам Кирилл Юдинцев, одной из главных лиц в компании, ведь он ее основал вместе со своим братом еще в 2002 году. И Кирилл высказался с позиции, что все это спекуляции и вранье. Толкач никак не связан с увольнением, да и вообще, Кео много лет не участвовал в работе над Тундрой. Ну-ну, тот, кто не участвовал. Но занимался сбором фидбэка и решением кризиса, который произошел с попустительства Толкача. И видимо, в этот момент Киофокс не выдержал и закатил свой длинный пост на Reddit про всю эту ситуацию, который сейчас удален, возможно из-за юридических проблем. Конечно, пост удален. Но интернет-то все помнит. Кео в этом посте поделился, что Толкач в рамках своей борьбы с ним внутри конторы распространялся об инфе, что Киофокс входит к психотерапевту, а значит он вообще больной и псих, и не надо с ним работать. Работайте лучше со мной. Знаете, что самое ироничное? Что Толкач сам посоветовал этого врача Кео. Да и вообще распространяться о таком странное дело. Как минимум, это лично и просто некрасиво. Как максимум, это нарушение корпоративной этики. Причем достаточно жесткое. За что из большой компании обычно выкидывают. В комментарии даже пришел сам Толкач. Все его стали поливать чем только можно за его поступки. А сам пост набрал 2500 лайков и под 500 комментариев, где Киофокса активно поддерживают. Что в итоге? У нас есть противостояние комьюнити-менеджера, проработавшего в конторе около 12 лет, и который вылетел на мороз из-за конфликта с человеком, который является явно никудышным управленцем. А с учетом открывшихся действий, ты просто мудаком. Есть ли у меня претензии к работе Киофокса? Безусловно, но Толкач просто не работает. Главный комьюнити-менеджер, а вы видели его хоть раз за последние пару лет на форуме? Может на стримах, еще где-то? Я вот ничего такого не нашел. В то время как с Киофоксом я несколько раз переписывался в рамках форума листов, передавая ошибки, часть из которых была решена. Или, как я знаю, все еще находится в работе. Он выполнял свои обязанности, Толкач нет. Поэтому я искренне считаю, что в этой ситуации нужно поддержать Киофокса. Максимально продвигайте этот ролик. Ставьте разогнанный английским сегментом хэштег SaveKio. Пишите свои посты. Отправляйте смайлики с листом под постами, посвященными играми Гайдзин. Если вы что-то знаете про эту ситуацию, создайте свой ролик или свяжитесь со мной. И также я даю свое согласие на любое использование этого ролика с целью осветить ситуацию. Если узнаю что-то еще, я вам обязательно сообщу. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. В описании ссылочки на мою группу ВКонтакте, Дискорд сервер, а также на фанатский телеграм-канал по игре. До связи, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok